Семья – основная ценность общества. Поэтому государство поддерживало ее во все времена. Еще в Древнем Китае местные власти старались не задушить налогами вдов и сирот. Специальные дома для престарелых впервые появились на Древнем Востоке, а первый в России комитет по делам семьи образовался в Самаре 25 лет назад. Начало 90-х называют смутными временами. На грань выживания вставали заводы и города. Что уж говорить о семьях. Новая служба стала для многих службой спасения. Те, кто в этой службе работают, себя спасателями не чувствуют. Это каждодневный труд, который идет во благо семьи, во благо детей. И в первую очередь, наверное, служит не столь спасением, сколько поддержкой моральной, психологической, педагогической поддержкой. Для тех семей, которые по какой-то причине либо оказались в трудной жизненной ситуации, либо столкнулись с тем, что они не могут с этим справиться, либо попали в такую ситуацию, из которой им без профессионалов не выбраться. Многие начинания службы семьи Самарской области можно обозначить словом впервые. На Самарской земле реализована идея социальных поликлиник. Открыты первые в стране центры социальной помощи семье и детям. Только в промышленном районе в такой центр обратились со своими бедами 100 тысяч человек. В Самаре был создан первой в стране банк данных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые в России именно у нас появился институт приемной семьи. В Самаре организовали первую школу приемных родителей. Желающим оформить опеку обеспечена помощь с первых шагов до полной адаптации ребенка. Вся система, которая у нас здесь в области создана по сопровождению детей, она настолько правильная, настолько профессиональная, что просто без нее мы не смогли. И я вообще даже не представляю, как это можно было бы без сопровождения государственной службы заниматься воспитанием детей-сирот. А что сейчас такое происходило? Я нашла вот это. Нашла, а что? Ребенок должен жить в семье. Это приоритет работы службы. 92% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается у нас в замечающих семьях. Олег Хритин, ставший трехтысячным ребенком, взятым в семью, в этом году закончил школу с золотой медалью и поступил в Нефтяной университет Санкт-Петербурга. В 14 лет он принял решение взять фамилию своих приемных родителей и отчество папы. Я знаю, что он очень много мальчику уделял внимания, и какой-то молодец как-то ему много помог. А он говорит, а мы друг другу помогали. Вот этот тендем, который сложился в этой семье между мужчинами, дал возможность этому мальчику выйти на такой высокий уровень. В начале 90-х в наш лексикон вошло понятие «социальное сиротство». Взрослые теряли работу и крышу над головой, а дети оставались сиротами при живых родителях. Тогда в области были созданы реабилитационные центры и приюты. Через них прошло с тех пор 48 тысяч детей, более 12 тысяч – сирот, остальные – дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им всем удалось пережить черную полосу и встать на ноги. Я, наоборот, очень счастлива, что так получилось, что я попала именно в этот приют. Он самый надежный, самый хороший. Здесь самые ответственные воспитатели. Они очень добрые, они очень заботливые. Они как-то заменили меня всех. С 2014 года в ведение министерства переданы пять домов ребенка и шесть детских домов. Каждое из учреждений – отражение болезней общества. Сложнее ситуация, больше постояльцев. Психологическую, юридическую и душевную помощь страждущие находят в социальных гостиницах. Это женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это выпускники детских домов, которым негде жить и работать. Не все регионы могут похвастать наличием службы семьи. Благодаря ей проблемы отдельно взятого человека в каждой конкретной ситуации решаются эффективно. По своему опыту работы уполномоченного правом ребенка могу сказать, что это очень… вот учреждения, которые входят в службу семьи, разнонаправленные по своей деятельности, являются важной составной частью единой системы защиты прав несовершеннолетних. И действительно, я это ощущаю и по своей деятельности, и ощущаю по работе вот с теми проблемными ситуациями, в которых оказываются, к сожалению, оказываются дети. Статистика неумолима. 95% семей, где рождается ребенок-инвалид, распадаются, если им не помогает государство. В регионе неоценимую помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями оказывают 11 реабилитационных центров с отделениями в 19 муниципальных образованиях. Ежегодный курс реабилитации проходит до 2600 детей. Молодец! Дай такой же мне, дай, 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 дай. Держи, дай такой шайку. Вот, хорошо. Сама. Синий. Нет, 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 нет. На, синий. Вот, хорошо, давай. Такие специалисты, мы рады, что к ним попали. Вот такие вот дефектологи. Вот, идя мы на эти занятия, я еще сама учусь вот у специалистов, как заниматься вот с ребенком. Вот, очень много узнаю. И дома, и вот затем также занимаемся вот. У семи нянек дитя без глазу. Это не про нас. В Самарской области вся цепочка социальных услуг населению замыкается в рамках единой службы. От обнаружения проблемы до ее решения. Профессиональное сопровождение сегодня получают больше двух с половиной тысяч приемных семей. Более трех тысяч семей с детьми-инвалидами. Специалисты работают с кризисными семьями, с одаренными детьми. 120 учреждений и почти пять тысяч опытных специалистов. Это служба семьи Самарской области сегодня. За сухими цифрами четверть века, тяжелейшего труда, поражение и победы и огромное желание прийти на помощь тем, кому она необходима. На попечении службы почти каждая третья семья с несовершеннолетними детьми, каждый второй ребенок области. Вот люди, которые работают в нашей службе, обладают буквально двумя качествами. Это неимоверный, очень сильный оптимизм, вера в семью. И второй – это чувство локтя, чувство команды, потому что без команды один спасателем быть не может. Либо мы все, всей командой, всей большой службой работаем на благо. Ну, если у кого-то что-то не удается или опускаются руки, всегда есть рядом коллега, который способен поддержать, помочь, выручить, подставить плечо. Поэтому мы оптимизмом, только оптимизмом. Некоторые социологи считают, что семья достигла глубокого кризиса. А результаты опросов общественного мнения говорят, что это единственная бесспорная ценность. Семья возникла намного раньше – религии, государства, армии, образования, рынка. И уже четверть века на ее защите стоит многотысячная армия спасения – служба семьи Самарской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова